Непривычный, холодный душ общения с народом принял сегодня высокий государственный чин, когда прошелся по улицам Истры. Кроме невнятных звуков, посетителю стихийного рынка ответить было нечего. Хорошая. Мне 89 лет, и я сижу, а у меня нет места. До чего же мы дожили? Одна спекуляция. Да, мерзавцы. Все это должна администрация делать. Администрация. И города Истры. Мерзавцы. Все это должна администрация делать. Ах да, местные, бездельники, негодяи. Правда, пачки глупых законов за 20 лет кто-то напринимал, что ни один нормальный человек во власть пробиться не может. Все продали. Все продали. Ни одного предприятия не оставили. Все продали. Боремся с ними. Боремся. Боремся. Боремся с ними. Боремся. Стараемся. Стараемся. Боремся в саунах, банях. Стараемся. Стараемся. К сожалению, коммунисты, то построили Советский Союз, то разрушили. Да. Точно. Коммунисты 30 лет палки в колеса вставляют. Про Китай лучше не подсказывать, что там за 30 лет коммунисты сделали. Так вот, 30 лет коммунисты вместе с украинцами, госдепом США, Байденом, Трампом до этого. Сейчас еще пандемии. Кстати, о пандемии. На пандемию будут лет 30 еще списывать все грехи. Человек, если 75 лет продать свою ягоду, не пускают. Дать нас деньги. У нас уже полно смородин. Ну дай просто тысячу рублей. Ну дай просто тысячу рублей. А что не пять тысяч? Ну, видимо, рефлекторно все вопросы таким образом решаются, что чуть что дай там по самому минимуму. Люди дорогие, вы в своем уме, что это под камеры делаете? А бабушка просто огонь. Мы будем стараться помочь вам. Мне не нужна она мне. Это показуха. Ну хорошо, стойте так. Хорошо, будем помогать вам. Помогать будем. Поможете, вы поможете. Ну а что делать еще можно? Знаем, как вы помогаете. Ну а так выходите? С оружием в руках? Как помогать? Ну, может, помогались и некуда. Одну спекуляцию разделить. Правильно? Так это же не мы делаем-то. Власть-то в других руках. У нас нет власти. Это ж не мы делаем. Власть-то в других руках. А по сути дела власть-то вам и не нужна. Гораздо комфортнее и безопаснее получать по полмиллиона зарплаты. И ни за что не отвечать. Я представляю, если бы не было охраны вот этого плотного кольца вокруг, вкусил бы Владимир Вольфович народной любви. Но без охраны-то страшно. Вот она, народная поддержка и народная любовь. Это при том, что партия якобы оппозиционная. Я думаю, что накануне приезда это место, разумеется, было зачищено. Но не придали значения бабушке. И, кстати, вот у нас бабушки в последнее время прям-таки отжигают хорошо. То Володина отчихвостила бабуля. Так вот в следующий раз встретимся, палкой получишь. Сейчас Жириновскому досталось. Думаю, что в будущем будут просто полностью зачищать пространство и рассаживать на местах своих проверенных партийцев или сотрудников охраны. Так безопаснее и приятнее. Оставайся с нами, если интересно. Субтитры создавал DimaTorzok